всем привет с вами зум подкаст и его ведущие я юлия билинская издатель ритейлерс юа и вероника гаврилюк главный редактор ритейлерс юан каждый день мы обсуждаем насущную повестку дня в мире бизнеса розничной и интернет торговли если вы слушаете то сегодня 7 апреля и мы сейчас поговорим о том что вам нужно знать к этому утру первое хочу извиниться за то что мы не вышли вчера по техническим причинам обещали чтобы выходить каждый день вот мы будем стараться это делать и придерживаться своих слов зум подкаст и первая новость и самая важная вот мы на прошлом на прошлой неделе мы обсуждали о том что правительство мне даже парламент пошел на встречу бизнесу и проголосовал за закон в котором была норма я зачитаю что наниматель то есть арендатор который снимает помещение освобождается от платы за пользование имуществом в соответствии там гражданским кодексом то есть если он не по собственному желанию не может пользоваться этим помещением но после публикации этого закона в нем были внесены правки которые мы не знаем как они там появились и фраза освобождается от платы уже звучит иначе может быть освобожден от платы вот мы хотим поговорить об этом сегодня с юристом да у нас сегодня гостья я хочу его представить это евгений комаров бизнес-девелопер и юрист юридической компании global low приветствуем вас спасибо большое что согласились с нами поговорить добрый день давайте расскажите пожалуйста как и так получилось с этой правкой что одно слово все поменяла и что в связи с этим делать бизнесу давайте разберем несколько вариантов на сегодня на сегодня как и ранее действует норма гражданского кодекса 762 которая освобождает от уплаты за аренду имущества в случае если невозможно пользоваться этим имуществом по неопределенным причинам независимым причинам от арендатора также в норме гражданского кодекса есть раздел 4 под пункт 4 в котором тоже написано что в случае существенного изменения условий пользования помещения можно просить скидку давайте разберем несколько вариантов например ваше помещение находится в торговом центре поскольку постановление кабмина на сегодня запретила работу таких торговых центров то вы имеете право на полную скидку на большую скидку на сто процентов в связи с тем что у вас нету возможности пользоваться помещением из-за каких-то определенных условий почему законодатель в законе пошел по пути защиты арендодателя потому что не все виды деятельности не все скажем бизнесы подпадают под ограничения которые установлены постановлением кабминов дабы обезопасить себя и нагрузку в будущем на суды я подозреваю что было принято решение вот это вот слово может может дать скидку может не дать скидку может платить может не платить почему потому что есть офисные помещения которые некоторые могут пользоваться продолжать пользоваться систем что нет ограничения на запрет пользования офисными помещениями есть ограничения по перемещению сотрудников но тем не менее можно добраться до этого офиса и пользоваться этим офисом Если очень кому-то сильно хочется добраться. Да, если кому-то очень хочется добраться, есть возможность еще на такси, и это не запрещено. Так вот, в этом случае мы можем ссылаться на часть четвертую и сказать, что у нас существенное уменьшение возможности пользования. Дайте нам, пожалуйста, скидку. То же самое, что касается сейчас очень актуальной темы с доставкой. Многие рестораны перешли на ограниченный режим работы, они работают не на 100%, они работают на какую-то часть, чтобы покрыть затраты на своих сотрудников и на зарплаты, как-то сохранить команду и работать хотя бы в ноль, но поддержать, скажем так, обратную связь со своими гостями. Так вот, используя доставку, мы можем ссылаться на часть четвертую и ограничить, попросить скидку на аренду, что сделали многие на рынке, пошли к своим арендодателям и общались. Но вот это слово может... Вот я хотел сказать, не кучае нарушение гражданского кодекса, которое идет продолжением. Смотрите, норма как была, так она и осталась, и она действует в гражданском кодексе. Законодатель обратил внимание, был раньше спор, можно ли ссылаться на эту норму или нет. Законодатель обратил внимание, что можно пользоваться этой нормой, но при этом сделал реверанс еще в сторону арендодателей, которые тоже могут быть с кредитами, которые платят за свои помещения, которые потеряют средства для существования, если полностью ограничить оплату арендной платы. Но на сегодня мы понимаем, что многие бизнесы, которые ограничены четко по действиям постановления Кабинета министров, по деятельности, как и большинство, которые предполагают особое посещение пользователей, их клиентов, непосредственно там салоны, красоты, спортивные залы, рестораны и так далее. Сфера услуг. Сфера услуг. Они ограничены очень в посещении клиентами, поэтому они имеют право посылаться на эту статью. Но тут же, опять же, есть искусство переговоров, и многие арендодатели идут на уступки. Насколько я знаю, мы регулярно в коммуникации с нашими клиентами, мы пишем письма от их имени на арендодателей, и многие идут на уступки. Хотя некоторые соглашаются на 50%, кто-то на 30%, кто-то соглашается на 100%, если пользования помещением полностью нет. Но имейте в виду, что если вы хотя бы частично пользуетесь, вы можете уже ссылаться на часть шестую по отмене арендной платы, на часть четвертую по просьбе скидки какой-то, потому что ваши условия реально изменились, вы существенно на 100% не можете пользоваться, но можете пользоваться за счет какого-то маленького вида деятельности, который разрешен, и тогда просите скидку у своего арендодателя. То есть правильно я вас понимаю, что вот эта правка, она, скорее всего, была принята из-за того, что есть ритейлеры и рестораторы, которые продолжают работать. И чтобы полностью не отменять для всех плату и для тех, кто работает, возможно, были внесены эти изменения. Да, и потому что у торговых центров есть там кредиты, банки и так далее, поэтому лендлорды, возможно, частично поспособствовали принятию этой правки. Правильно, да, вас поняли, Евгений, поэтому вы... До конца, до конца я не могу узнать, почему законодатель и тот, кто подписывал этот закон, приняли такое решение, но есть возможность полагать, что это был реверанс еще в сторону арендодателей, тех людей, которые тоже имеют бизнес, связанный с недвижимостью, сдают эту свою недвижимость в аренду и дали им возможность все-таки правильно принять решение. Могут они дать эту скидку или не могут? Потому что если бы была императивная норма, мы бы получили реакцию с другой стороны, не со стороны арендаторов, которых ограничили возможности осуществлять определенную деятельность. Помимо всего прочего, нужно обязательно читать договор, потому что в договоре предусмотрен иногда вид деятельности, на который мы заключаем... Если мы берем в аренду как офис, то, извините, просите скидку 100% на аренду, мы не имеем права, потому что такая деятельность не ограничена. Я запрещаю. Имеете возможность каким-то образом добираться? И самый главный вопрос, а может ли в ней быть внесены правки, в документы, за которые уже проголосовали наши народные депутаты? Насколько это законно вопрос? Ведь они запрещали за определенный документ, а не с теми правками, которые были внесены. К сожалению, это действительно был и скандал, и голос Украины в этом замешан, потому что они публиковали текст какой-то другой. Комментировать может или не может, могу только списать это на техническую ошибку. Сказать, что это было сделано сознательно, я не могу, потому что фактов нету, обвинять мы не имеем права никого. Тем не менее, тем не менее, тем не менее, это могла быть техническая ошибка, но, возможно, она рассматривалась, потому что совсем предыдущая редакция, еще до возможности отмены или неотмены, звучала именно так, что арендатор покрывает коммунальные платежи и плату за землю. Но поскольку плату за землю упразднили на время карантина, сделали ее, скажем так, отсрочили обязательства по ее уплате, сделали некие каникулы. Поэтому сегодня имеем уже статью, что может сделать скидку. Да, понятно. Спасибо большое, Евгений. Хорошо, Евгений, спасибо большое, что уделили нам время. Напоминаю, что это был Евгений Комаров, Global Law. А мы продолжаем дальше наш подкаст. Спасибо. Всего доброго, до свидания. Да, всего доброго, до свидания. Дальше поговорим о том, наш пациент больше жив или мертв, о нашем малом бизнесе. Сегодня Open Data Bot поделились данными о том, кто, как закрылся, что происходит с платежами. Так вот, по данным Постер, после двух недель работы карантина прекратили работу 63% всех заведений общепита. И если экстраполировать это на общее число таких заведений, то не работает порядка 30 тысяч заведений. Это те, кто не смогли перенастроиться там на доставку, а просто закрылись. И по тем, кто работает, обороты снизились в 5 раз. Ну, то есть, или на 73%. В этой индустрии общепита потеряли работу около 160 тысяч человек. Это, наверное, больше, чем какой-то районный центр. Да, а может быть, даже областной какой-то небольшой. Да, рынок такси, к сожалению, тоже больше ездить люди не стали. И количество поездок на такси сократилось на 30%. Безработица будет расти, потому что по данным Workway за две недели количество вакансий сократилось почти в два раза, а количество новых публикаций вакансий в два с половиной раза. Вот, если говорить о розничном рынке, то по данным Boothouse Group, это девелоперская компания, у них, в собственности, есть три торговых центра в регионах. Это Херсон, Черкасса и Львов. Вот, по их данным, продажи начали падать и у продуктовых сетей, которые, в принципе, не закрывались. Им разрешено работать. И падают продажи у аптек и сети электроники, которые могут работать, если у них есть средства связи, это мобильные и сотовые телефоны. Так у них вот продажи составили от 10 до 30% от тех оборотов, которые были до кризиса. Я не знаю, какой бизнес в Украине, в принципе, может выдержать падение 70%, 90% падения продаж. Какая должна быть финансовая подушка для того, чтобы спокойно пережить вот такой вот шок. Мне кажется, что для малого бизнеса это практически нереально, потому что у украинского малого бизнеса традиционно большие проблемы с доступом к финансовым капиталам и прочим. Мне интересно, кто еще из украинцев сможет выжить, если не говорить о бизнесе, то о покупательском спросе, насколько он просядет. Ведь не даром... Насколько вообще хватит денег? Финансовая платформа. Потому что как раз Ботхаус, он оперирует торговыми центрами в регионах и в Черкассах, Херсоне и во Львове. И то, что его управляющий говорит о том, что уже в продуктовых сетях есть падение, скорее всего, говорит о том, что в Киеве и в регионах Украины ситуация очень сильно отличается, и люди уже реально начали экономить даже на еде. И, к сожалению, на мой взгляд, завершение карантина только усугубит эту ситуацию, что люди останутся без располагаемого дохода на элементарные вещи. И так как государство не может поддержать, и мы все это видим, они не могут поддержать бизнес большими такими какими-то суммами, как это делают другие страны, развитые именно западные. Ну, мы бедная страна, что... Да, вот, значит, государство разрешило работать во время карантина и ломбардом. То есть у людей есть возможность нести туда свои вещи для того, чтобы как-то поддержать... Продать что-то ценное за еду, чтобы как-то поддержать штаны. Вот так называется эта ситуация. Да, попыталась мягче, но не получилось. И еще одна новость, связанная с эпидемией и тем, куда мы все движемся. Вот Чили демонстрирует, собственно, место. Он намекает, мне кажется. Чили — это мой пес, если кто нас слушает. В левом нижнем углу. Он показывает нам свою заднюю часть. Так вот, в Киеве будет установлено 400 камер наблюдения, которые будут на расстоянии идентифицировать людей с температурой и передавать эту информацию в полицию. Как вам вообще такое нововведение? Мне не очень. Как гражданину Украины такой себе. Как хождение с паспортом, наличием обязательного документа. Так и это тоже в том числе. Да, вообще я немного в шоке, конечно, пребываю. То, с какой скоростью мы лишаемся элементарных прав человека. Начиная от прав на перемещение. Я даже не говорю про другой город, а перемещение, блин, даже по своему двору уже запрещено. Запрещение зайти в магазин без маски. Ну, допустим, что у тех людей, у которых нет денег, то им еще на маску тратиться. Как минимум, это жестко. А теперь еще и камеры, которые были, что самое интересное, уже и куплены, и информация об этой сделке есть на платформе Прозора. И, то есть, это все счастье обойдется бюджету города в 65 миллионов гривен с НДС. И камеры должны поставить до 25 апреля. Тут двоякая ситуация. Я с тобой согласна, что есть факт распространения коронавируса, от которого еще нет вакцин. И читала статью на Бабеле, они перевели в статью западного издания, в котором говорят, что и сам ВОЗ разрабатывает программу, приложение, которое будет следить за, условно говоря, за перемещением и за снижением распространения этого вируса. Как оно будет следить, и что туда будет входить, пока еще неизвестно, но настораживает. Будем следить за тем, как это будет протекать. Ну что ж, на этом все. С вами был Zoom-подкаст, и его ведущие я, Юлия Белинская, и Вероника Гаврилюк. Не все так плохо. Если вам нравится, что мы делаем, то ставьте нам лайки, плюсики, делитесь с друзьями, отправляйте ссылки, и самое главное, не болейте, и помните, что так будет не всегда. Всем пока. Это точно. Всем пока. Счастливо. Спасибо, что были с нами.